Украинские разведчики показали кадры уничтожения новейшей российской антидроновой РЛС «Репейник». Станция обнаруживает беспилотники на расстоянии в 15 километров, а ее стоимость – 100 тысяч долларов. Также украинские военные с помощью БПЛА обнаружили место дислокации российских сил и склада боеприпасов. По участку отработали ПВ-дроны и 120-мм гаубица Д-30. Вследствие уничтожен боекомплект противника, ликвидированы три российских оккупанта и еще пять получили ранения. На Таврическом направлении Силы обороны Украины нанесли авиаудары по скоплению личного состава захватчиков «Отслеживаем и бьем», так прокомментировал опубликованные кадры главком ВСУ Александр Сырский. Российские оккупанты атаковали на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях. Самой горячей точкой на карте боевых действий остается Часов-Ярданецкой области. А после вывода украинских сил из ряда населенных пунктов к западу от Авдеевки, захватчики так и не добились тактических успехов в этом районе, пишут аналитики Института изучения войны. По их мнению, это говорит о том, что ВСУ сохраняет возможность замедлять продвижение России. Прибытие украинских подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование либо признать, что более широкое или более глубокое проникновение в ближайшем будущем маловероятно, либо направить в этот район дополнительные резервы. При этом привлечение дополнительных резервов на это направление будет означать для россиян риск не добиться успеха на других. Из отчета Института изучения войны. При этом в Генштабе сил обороны Эстонии уверены, цели России захватить часов яр до 9 мая нереалистично. К 9 мая они его точно не возьмут. С учетом того, что от Авдеевки они продвинулись на 10 километров, может быть, на 5 километров за раз. Часов яр не досягаем при таких темпах продвижения. А занятие Авдеевки или, скажем, Бахмута потребовало несколько месяцев. Так что это маловероятно. Тем временем украинские партизаны из движения АТЭШ выяснили, что российские силы пытаются восстанавливать нерабочую технику на базе воинской части в Севастополе. По словам агентов АТЭШ, это означает, что у захватчика есть значительные проблемы с наличием военной техники.